Вот это дерево стоит напротив моего дома, и каждое утро, когда я встаю на работу, если захожу в свой кабинет, открываю залезь, я вижу вот эту вот красоту. И совсем скоро уже здесь ничего не будет, а будут просто голые ветки. Но наша улица всё ещё прекрасна, посмотрите. Посмотрите. Посмотрите на этот ковёр листьев, который нам, кстати, надо убирать. Вы знаете, что нам не оставляем листья вот так вот лежать, мы их все должны сгрести, в мешочки положить. И вот так вот выглядит наша улица. Там вот такие вот красивые, уже жалко, немножко стемнело, но вообще вы понимаете, да? Надо найти время. Надо найти время. Какой-то выходной, мы все гуляем, гуляем и ездим. Надо найти время и собрать все эти листья. Это большая работа, кстати. Продолжение. Я обещала вам парк, я покажу вам парк. Это очень красивый парк, он прекрасен всегда. Летом, осенью. Зимой только цветочков нету, а так. Ну вот смотрите, ещё мы не совсем опоздали, не совсем у нас всё облетело. Значит, он находится на берегу озера Антария. Боже, я вижу, мы сейчас подойдём к воде, там такая волна, там такой ветер. Здесь существует, расположен розовый, розовый такой небольшой садик. Здесь всегда очень красиво высаживают красиво цветы. И вот там вот, вы видите, стоят дома. Вот люди, которые живут в этих домах, они миллионеры. Если вы такого подцепите в гольф-клубе, то он вас может поселить жить в таком доме. Вы понимаете, что вот, смотрите, да, вот этот дом стоит, и он выходит в парк. И вот этот дом выходит в парк. Мы потом пройдём поближе к нему. Сейчас поищем розы. Если они ещё, наверное, они уже отцвели. В этот парк, конечно, надо ходить весной или летом. Здесь очень красиво. Вот здесь когда-то снималось кино. Мы как-то, когда ещё приехали, совсем незадолго, ну, какое-то время, может, пару лет, мы сюда часто ходили, и с детьми дети любили. Здесь, значит, озеро, всякие камушки бросать и всё такое. И вдруг в один прекрасный день мы были там две недели назад. Вдруг приезжаем, смотрим, здесь вот, вот здесь. Вот прямо вот здесь построился огромный дом. Низико себе, я говорю, как это может быть? Как это работает? Разве так бывает? И вот, представьте себе, что потом мы поняли, потом было дело осенью, по-моему, или весной, но вдруг я обнаруживаю, что вокруг дома разбросаны вот этого, как бы дома разбросаны такие куски типа ваты, вот или чего-то такого, которые изображают снег. В общем, они построили только каркас этого дома. Это не был настоящий дом. Он выглядел как настоящий, но внутри он был пустой. Это было просто декорация. И там дело происходило зимой, значит, в этом фильме. Они набросали снег, как будто бы вата. В общем, потом там какие-то были к забору, как будто этого дома с обратной стороны прибиты ёлки, какие-то ветки, ну, то есть изображающие лес. Дом был очень красивый на самом деле. Я сначала, честно говоря, не поняв, подумала, ничего себе у людей такие деньги, что они взяли и вот так вот построили посреди парка городского. Взяли и построили. Ничего себе вот так домино за несколько недель. Ну, то есть, может, не недель, может, месяцев. Я уже не помню. Сделала всё очень быстро. Да, розочки у нас, конечно, отсвели. Я вас, конечно, привела не вовремя. Сюда нужно было ходить весной или ранней, ранней осенью, когда ещё всё-всё цвело. А сейчас уже, вот видите, всё как-то... Так. И, короче говоря, и потом этот дом исчез точно так же, как и появился. И потом нам рассказали, там снимали фильм ужасов. Какой-то... Вот сейчас мы пойдём вот тут по лесенке поднимемся. Там снимали фильм ужасов, представляете? Это была декорация для какого-то фильма ужасов. Вот здесь вот маленький розовый сад, который, конечно, весь уже отцвёл. И даже хризантемы отцвели. Уж давно хризантемы в саду. Он, видите, каких был целый забор хризантем. Даже фонари зажглись уже, хотя сейчас не так рано. То есть, поздно. Видите, ещё даже немножко есть бутонов, но они уже, конечно, всё... Когда здесь они цветут, здесь невероятно красиво. Вот я, блогер, пока иду и показываю вам, колючки и ветки. Ну вот, что со мной делать? Такой вот я неправильный. Неправильный блогер. Не вовремя всё делаю. Я почему-то думала, что здесь будет больше красоты. Ещё что-то будет цвести, какие-то цветы. Но вот, видите, всё уже. Очень похолодало у нас. Прямо вот прошлое видео я снимала. Я ещё в Майке гуляла. Сейчас, вы не поверите, нам не перчатки, шапка, тёплое пальто. Значит, здесь у нас такой пруд. И здесь у нас ути-ути. Там тоже бывают кувшинки, бывают лягушки всякие. Уток у нас много в Канаде. Так, видите, здесь написано, что нельзя брать в руки или куда-то переносить черепах и лягушек, потому что они дикие. В общем, здесь есть черепахи и лягушки. Вот в центре здесь. Вот видите, вот эта круглая штука. Здесь фонтан летом. Вот тут гусики наши плавают. Вот здесь когда-то стояла бесподобная плакучая ива. Я не знаю, что с ней случилось, но уже несколько лет её не стало. Вот здесь у нас другой пруд. И там мостик. Вот этот дом, который вы видите, сейчас я вам покажу. Когда-то весь этот парк принадлежал человеку, людям, которые жили в этом доме. Безусловно, миллионерам, без всякого сомнения. Потом, что произошло, я не знаю. Не то они, наверное, скончались. Дети были, нет, не знаю. Но, в общем, или, может, у детей было столько денег, что им как бы это не надо было. И они весь этот вот этот вот шикарный парк, всё вот это вот, они подарили городу, в котором я живу. Ну вот, мы всё о том же. Представляете, сколько у них денег? Если они вот так вот, вот такой дом со всей вот этой территории, просто так подарили городу. Пойдёмте к воде, сейчас я вам покажу наше Канадское море. Вы увидите, какие там волны. И прямо самое настоящее море. Смотрите, какие волны. Ну, океан прям бушует, бушующая стихия. Здесь вот камни, самый настоящий. И такое небо тёмное, и такое всё мрачное, ужасное. Не хотела я так, думала я, что будет... Думала я, что будет пожилее, как-то сегодня обещали солнышко. Но вот солнышка нету. Это есть вот такой вот, такая мрачная картинка. Мы сейчас с вами пойдём к этому дому. А там, кстати, сейчас галерея. И там всякие выставки проходят. То есть вот они подарили этот дом. И город тебе там делает там какие-то всякие культурные мероприятия. Там, кстати, есть какой-то ресторан, по-моему. Многие там устраивают. Можно устроить свадьбу очень красиво. Здесь видите, как вокруг красиво. Кстати, это место, куда в нашем городе приезжают женихи с невестой фоткаться. Женихи с невестами перед свадьбой. Делать красивую фотографию. Потому что здесь действительно очень красиво. Хорошую погоду. Здесь вот, вот там вот видно Торонто. Но сейчас, наверное, не видно. Потому что, потому что, потому что, потому что, туман. А может, с другой стороны? Нет, с той стороны это другой город, с соседней. Ну, в общем, вот такая вот, посмотрите, стихия. А вот видите, там сейчас я вам покажу. Замки лисят. Вот знаете, вот влюбленные, перед тем, как пожениться и наделать здесь фоток, они вот покупают вот такие вот замочки. Это здесь у нас такая традиция. Вешают их на... Ой, чуть не упал. Вешают их на эту цепь. Видите, всякие классные. Чтобы закрепить... Чтобы закрепить свою любовь. Видите, как здорово. Специальные замки сердечками. Есть обычные. А есть вот такие вот специальные сердечки, которые задаются. Их мало. Раньше было больше как-то. Смотрите, какая стихия вышит. Об камни бьется прямо. Суровая, суровая природа. У нас ничего не скажешь. Особенно к осени. Ну вот, здесь очень симпатично. До сих пор еще цветы цветут. Есть некоторые. Там вот очень такая уединенная есть беседка. Вот здесь лестница, которая ведет к этому дому. Здесь всегда высаживают красивые цветы. Вот там, видите, крыша? Там очень можно сделать красивый пикник. Мы туда не пойдем, мне неохота просто. А вот смотрите, видите, вот здесь вот лесенка, крыша, навес. Там можно уединиться, когда теплая погода. Можно посидеть там с едой, с вином. Ну, в общем, с вином у нас нельзя, потому что у нас нельзя расплевать в общественных местах спиртное. Ну, втихаря, если тихонечко, то можно. Особенно сейчас, когда плохая погода, здесь никого нет. Вот, мы идем, значит, от воды, от озера. Мы идем к этому дому. Здесь сейчас проходит какая-то выставка. Это его как бы задняя, задняя часть. Спереди я его уже показывала. Вот, он очень старый. Это очень старый дом, но его очень хорошо отремонтировали. Вот кондиционер, видите, кондиционер снаружи, вот эта штука, это кондиционер. Здесь вот парковка есть, машина, наверное, работник парка. Когда здесь свадьба, то я не знаю, что на горе, где они паркуются, наверное. Ну, здесь, наверное, здесь совсем мало паркинга, наверное, где-то на улице. Видите, здесь все увито пляшом. Ну, как старый, 1800 какого-то, наверное, года тут дом. Вот такая вот кирпичная кладка. Вон еще осталась красивая клумба, не завяло. Вот это наши осенние цветы, которые только осенью у нас и цветут. Как они красиво высадили все. Вот, здесь такая арка. Мы сейчас на нее пройдем. Смотрите, видите, какие потайные здесь ходы у нас всякие. Ой, я помню, сколько я фоток здесь делала, когда мы только приехали. Это было все вновь. А мой муж очень увлекается фотографиями. И он очень много фотографировал, в том числе и меня на фоне вот этих вот арок. Посмотрите, как здесь все, все. Лестницу только это покрасили ее в такой цвет, чтобы она, ну, чтобы люди не свалились. Видите, желтые вот эти. А так она, видите, какое все здесь старинно, старинно уединенное. Я бы даже сказала, немножко заброшенное. Идея моя была другая. Я не хотела вас водить по заброшенному парку. Я хотела вас водить по красивым цветущим клумбам, которые вот здесь вот были. Видите, где земля? Вот здесь вот везде, везде, везде насажены цветы. Я, честное слово, обещаю. Так, я хочу пойти вниз. Сейчас же можно, здесь же нет цветочков. Что я приду сюда весной, поснимаю вам и покажу вот эту всю красоту. Ну, здесь еще какие-то что-то цветет. Ой, как пахнет это. Я же своим заложенным носом чувствую. Мне кажется, что это, что это так пахнет. Вот эти вот маленькие вот эти цветочки. Слушайте, я вам про миллионеров хотела рассказывать. В результате у нас получилась ботаническая экскурсия по ботаническому саду. Ну вот, еще здесь что-то растет. Здесь, смотрите, какие ступенечки, какая уединенная скамейка. Здесь можно сидеть с влюбленными. Влюбленные могут вполне себе уединиться. И там, кстати, вот я хочу вам показать. Видите, здесь написано, висит табличка на скамейке. Джоанн. Вон, кто-то банки оставил. Вот свиньи. Джоанн А. Миллер. Родился в 33-м, умер 97-м. Forever in our hearts and thoughts you love in family. В общем, семья вот этого Джоанн А. Миллер. Вернее, это она, женщина. Пожертвовала вот этому парку эту скамейку, чтобы на ней повесить табличку, увековечить ее имя. Вот то же самое у нас есть под деревом. Значит, семья кого-то... Это здесь нет могилы, не подумайте. Эва Харди. Родилась в 42-м, умерла в 2001-м. В общем, тут всякая эпитафия, наверное, еще. Ну, это здесь просто дерево посадили, наверное. Я не знаю, как это работает. Дерево явно не 2001-го года, но... Вот у нас практически на каждой скамейке и под каждым деревом вот такие вот надписи. Может быть, люди дают деньги просто, чтобы положили эту... Ужертвуют деньги, чтобы положили эту табличку под дерево. И таким образом... И таким образом увековечить имя своих родных и близких. Что вот это дерево названо в честь ее. Для этого нужно, наверное, заплатить какую-то сумму. Вот там красиво. Мы сейчас пойдем туда. Давайте я вам покажу вот этот мостик. Очень живописный. Очень живописный. Здесь опять утки. И вот такой вот живописнейший мостик. Мы по нему пройдем туда-сюда-обратно. И вот здесь вот пруд. Вам и нам приятно. Так. Сейчас мы пойдем, знаете, вот мы шли по этой дорожке. Сейчас мы пойдем по той дорожке. Тем более, что я вам хочу показать, какие там стоят дома. Я хотела вам поснимать по дороге, в машине, пока я ехала. Здесь это очень дорогой район. Самый дорогой район нашего города. Потому что все, что находится близко к воде, как-то не странно, стоит шаленых денег. В смысле? Ну, я не знаю. Понимаете, это ведь не море какое-то, где люди могут купаться. Это же не то, что первая линия, пляж. Или там. То есть это холодное озеро, в котором, в принципе, купаться-то не очень-то и можно. Но есть пляжи, кстати, в Антарию есть пляжи, есть места, где можно купаться. Но не здесь. Здесь явно не пляжное место. То есть, вот смотрите, сюда машины не проедешь. Видите, заборчик. Но, тем не менее, все, что стоит близко к воде, все стоит сумасшедших денег. Я вам должна сказать, что это, конечно, удовольствие еще то. Зимой здесь холодно, здесь ветер сумасшедший. Здесь все ржавеет, потому что здесь сыро. Но, как вы не хотите, а миллионеры любят жить возле воды. Мусорку вам показываю, простите. Вот смотрите, какой стоит дом. Или вот там стоят дома. Я не очень буду близко подходить по той лишь причине, что люди, которые живут в таких домах, не очень любят, чтобы их дома снимали. Потому что, вы сами понимаете, у них могут возникнуть всякие мысли, зачем кто-то снимает их дом. Но, вот вы представляете, вы живете. У вас перед домом вот такой вот парк. Соседи есть. Вот видите, там дом, здесь дом и дальше дом. То есть, с боков соседи есть. Но перед вашим домом у вас парк. И сзади дома, по-моему, тоже там дальше. Вон, видите, дымок идет. Они топят камин. Потому что у нас холодно. Люди топят камин. Потому что похолодало. Здесь очень красивые кусты. Здесь красивая сосна. Вот здесь стоит тоже такая штучка, что можно приходить класть книжки. Вон три медведя. Это Book Club. Вот называется Little Free Library. То есть, бесплатная, маленькая бесплатная библиотека. Ну, в общем, вот такой чучело стоит. Красивые здесь дома. Очень дорогие. Ну, вот такой дом будет стоить. Он очень большой. Видите, у него два гаража, вход. В общем, хотя они старые дома. Но они прекрасно все содержатся. Прекрасно отремонтированы. Такой дом зависит от количества спален. Я не знаю, сколько в этих домах на вид. Они большие. Ну, я думаю, сто тысяч семь-восемь долларов. Вот так примерно. Видите, здесь вот номер дома. И вот такой дом. Хотя они старые. Это дома, которые построены, наверное, даже в девятнадцатом веке. Вот видите, у них гараж сзади. Вот здесь вот сзади, за домом. Потому что там были конюшни когда-то. А потом из конюшен сделали гараж. Там, по-моему, три гаража или четыре. И вот такой вот домичек стоит себе тихонько. Если бы я не была так холодная, я не была простывшая и замерзшая, я бы прошлась по этой улице, которая там идет. Там такие стоят хоромы и дворцы. Может, как-нибудь я проедусь. Может, подобью. По-моему, у меня где-то было видео на эту тему давно. Я проедусь туда-сюда-обратно и покажу вам, может быть, здесь машины, поснимаю. Сейчас просто очень холодно. И у меня насморк, я простывшая. И я не хочу сильно холодиться. И то считайте за подвиг, что я выбралась вам поснимать. Ну, я шучу, конечно, никому не подвиг. Ну, в общем, вот такой вот у нас парк. Я обещаю, честно пионерское слово, что я приду сюда весной и летом и покажу вам красоту во всей красе. Вот еще один домишко, видите, такой неказистый вообще на вид, да? Вот этот подешевле, этот, наверное, миллионов пять будет стоить. А те побольше, наверное, семь-восемь. Уж больно место козырное, знаете. Вот так. Все, девочки, наверное, я буду с вами прощаться. Сейчас я иду по траве, по жухлой. Некоторые деревья совсем осыпались, некоторые еще стоят. Видите? И ели голубые. Никонач, вот сказано. Короче. Вот такой вот парк, который я вам обещала. И в дополнение к теме, где найти миллионера, я вам показала, где он вас поселит, если вы все-таки его найдете. Да, но это, конечно, большая редкость. Здесь такие миллионеры, они, знаете, тоже не пальцем деланы. Обычно миллионеры женятся с миллионерами. Что тут поделать? Такая история, что не очень-то к ним и влезешь. А уж тем более эмигранты, которые, извините, с голой жопы приехали. Ничего у них нет особо. И, конечно, очень трудно влезть в такое общество. Все, иду в машину. Девочки, я надеюсь, вы понимаете, что это было видео шуточное. Я не на самом деле, и, конечно же, ни в коем случае не рассказываю все это на полном серьезе. Где познакомиться с миллионером. Это шутка. И такое видео для развлечений, для того, чтобы показать нашу красивую природу. Наши красивые дома. Все, всех люблю, целую. С вами была Дита. Всем пока. Осенняя Канада. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok